Я, Краснокутская Оля, работаю на Ерестовском ГОКе маркшейдером. Ну, сначала было не по себе. Большие машины, большие экскаваторы. Со временем я привыкла, понравилась. Ну, мне нравится профессия маркшейдера еще тем, что здесь и физически ты работаешь, и умственно. Переодевшись и получив наряд, мы выезжаем в карьер, производим съемку забоев. Нам помогает в этом прибор GNSS-приемник. Со спутника передаются данные в приемник. Стоит у нас базовая станция еще на Полтавском ГОКе, и она передает каждую секунду поправки. И в итоге у нас получаются в приборе данные, которые нам необходимы в нашей системе координат. Спускаемся в карьер, по одному спускаться нельзя. Каждый друг за другом приглядывает, посматривает, чтобы все было в порядке, чтобы никому плохо не стало. Ну, самое главное – это каска. Очки обязательно, потому что камни, пыль попадают в глаза. Если это пыльный забой или, например, скважины, где будет станок, то обязательно нужен респиратор, потому что очень пыльно. Также спецодежда и ботинки тоже, чтобы не повредить ноги. Раньше мы шагаи снимали ногами, там же песок, глина, вода постоянно. Ну, как бы, ну, опасно это. А сейчас с помощью дрона выполняются съемки, тоже обрабатываются, подгружаются на план горных работ. Ну, незаменимый помощник. Выполнив съемку, мы выезжаем наверх. В офисе мы скидываем данные с GNSS-приемника на компьютер и с помощью программы Сюрпака обрабатываем. Это нужно все свести в одно целое, соединить все съемки, потому что я выполняю не сама работу, а наш большой коллектив. По плану горных работ мы уже затем видим, сколько прошел экскаватор, сколько ему еще осталось отгрюзить. А в конце месяца по этим съемкам мы производим замер объема. Сколько добыто руды, скалы, наносов. И наш коллектив, и вообще ФРЭКС помогут все, как одна большая семья. Помогаем друг друга, выручаем. Лет через 5-10 я себя вижу, наверное, здесь, так как мне нравится эта профессия, маркшейдером.